так ну что друзья всем привет вы на канале михалыч подписывайтесь ставьте лайк так ну что по действия у нас сегодня установить сет на буран также короче хочу закрыть вот эти места так щас секунду чем свет вот короче эти места хочу закрыть чтобы снег туда карбюратору не попадал короче с той стороны с этой также хочу сделать перегородку того между вентилятором и глушителем чтобы теплый воздух не попадал на вентилятор чтоб тут ничего не оставить не оттаивало потому что он какие шишки налипают и когда едешь по пухлику и мелкий снег в разные стороны залетает набивает вентилятор набивает карбюратор и карбюратор подтрунил от маленечко короче вентилятор ну поезде все нормально оставишь его на следующий день либо через пару часов его уже ты завести не можешь за того что замерзает шкив на вентиляторе либо вообще все там короче замерзает вот из-за чего я лампой паяльной погрею тут рядом с вентилятором и все отогреться заводишь все нормально так за спиной у меня короче саночки буквально вчера я их сделал идут 80 ширина борта 35 и длина 258 подготовил я на продажу их если мало ли кому то что то тоже нужно будет ссылочку на группу оставлю в описании либо же в комментариях кому где как удобно там посмотрите также на продажу у меня семисотки и шестисотки шестисотки тут надо стенку приварить и полозья на оба наварить тут обвязка уже все сделано она вон тут ее только покрасить надо а так в принципе все готово будет думаю что через пару дней они мы завтра же на рыбалку я вот как приеду и потом через пару дней я думаю их сделаю так по новшествам короче но не знаю кому как это я все делал для себя и друзья не надо писать всякую херню типа зачем вот это все и туда-сюда короче ну я так думаю что пишут то там камин комментаторы диванная у которых у самих нихера ничего нету ну пишут всякую херню неприятно но я стараюсь внимание на на такую херню не обращать я делаю это чисто для себя я никого не призываю чтобы также кто-то делал тоже кто-то что-то покупал там еще что-то повторюсь я делаю это лично для себя вот что мне вот жизненно необходимо в буране тут-то сюда и поставил то есть это следить за температурой датчик уровня топлива потом вольтаж и заряжать либо камеру либо телефон тут type-c и usb все как бы есть и время я поставил вот недавно еще также сюда под сиденье буду ставить прикуривал q и массу буду делать на кнопочки такую как как вот на камазах короче если кто-то знают на а кто не знаю так там то как красная кнопочка и нажимаешь и масса включаться выключаться короче вот такие дела по времени вот по часам короче просто бывает такая ситуация то что ну надеваешься ты там вообще конкретно у меня вот бывает что до часов не долезешь чтобы время посмотреть надо остановиться карман расстегнуть телефон достать либо же тут как-то умудриться рукав задрать короче все это посмотреть вот ну-ка бы делается это все для удобства а тут просто едешь раз посмотрел время 1115 все огонь учишь дальше так что вот такие дела ну что мы приступаем к установке света сейчас разберу заново старте тут его пушкой отогрею вот пушка отогрею и соберем потому что и все и он назад короче не возвращаться отогрею пружинку посмотрю там все соберу обратно посмотрим будет работать если нет сервис никому виду пусть они там уж сами делают ладненько я сейчас пью чаек подожду чуть-чуть пластик короче погреется чтобы тут ничего не обломить ничего не сломать вот такие делы так ну что вроде пластик пооттаял вода побежала начал процесс разбора фары тут ее открутил уже будем мы менять но вот такую вот вроде по приколе но я изначально вот такую хотела такой по наличию не было купил вот такую проблемка с ней перегорел ближний свет не знаю с чем это связано мы тогда с рыбалки приехали все работало потом бац и перестала короче работать не знаю из-за чего это может ну я как на ту угонял вроде все работало после того они работать не знаю короче ничто не чай короче не могу сказать то виноват поправ может и не сервис ники может сама в пике вот так что ладно я начинаю тут все разбирать эту вставлять и так носу друзья придется сейчас короче переделывать место под пару то есть это вообще все четко все четко зашла здесь радиатор охлаждения намного больше и он вообще сюда не заходит сейчас беру гравер и потихонечку начинают короче все это пилить тут я уже наметил сколько что надо пилить и все короче начинаю все это пилить так ну шо гравером я тут все выпилил справился он короче на ура такой вот стаканчик я убираю а блин а сейчас как он крепится будет пружинку тут же на пружинку вот он получал крепится интересно 1 сейчас что-то будем думать а так все сейчас еще по обточить вот некоторых местах и думал что все хорошо ну что короче все я тут выпилил все по размерам подогнал пружинку перенес сюда снизу не за что держаться то есть тут все хорошо она встала сейчас буду прикручивать и потом линзы уже крутить так ну что друзья все короче я установил все сделал так вот лампа светит ваще просто четко сейчас покажу ближний и дальний блин вообще это даже вроде как бы получше светить чем так это ближний это дальний будет очень четко так светит вечером еще настраивать будет чуть ниже отпускать если высоко да короче посмотрим так сейчас разбираюсь противо туманкой ой с этим короче фароискателя хочу тут вторую поставить сюда посмотреть подойдет не подойдет и потом займусь уже балкой так ну что друзья блин вообще без доработок без всего залезу в штатное место не пилить ваще ничего не научить так четко вот все работа все подключил короче во всяко тут крутишь вертишь вверх-вверх-вверх-вниз вообще четко ну что все приступаем к установочке балки и были сейчас так четко будет смотреться вот я не знаю пишите в комментариях подключить ли ходовой огонь этот ангельские глазки то есть будет тут гореть и тут гореть сейчас посмотрим как это все будет выглядеть включаем фух вот это свет свет то четкий стал ключу тут далее ну сейчас еще пока светло так плохо видно короче вот так это все будет выглядеть не наверное скорее всего что я подключу сейчас и сюда ангельские глазки чтобы четко вообще был так короче выключил свет сейчас посмотрим дух да в принципе ну надо чуть-чуть отпустить фару так это ближний это дальний ну тут еще ничего не понятно потому что крути во первых стена эти мешаются поддоны так это будет далее ну блин вообще шикарно короче я думаю даже балку нет смысла ставить потому что этого света я думаю что очень как достаточно будет но все равно я поставлю балку так ну что короче снял стартер там какая-то стружка при короче какая-то непонятно сейчас будем разбираться что за херня буду разбирать стартер смотреть что с ним не так почему он обратно не заматывал очень просто так крутится что-то с пружиной не лады так ну что друзья все короче полностью цвет я установил со стартером ничего не сделать я его помазал разобрал помазал короче пружинку все как надо все на место поставил короче и собрал выдернул он обратно не заматываться короче проблема сто процентов уже с пружиной пружину надо менять хотя я вообще стартером не заводил почему такая фигня я не знаю вот дальше идем что полностью установил фару балку и сюда тоже сетодиозного фара установил все вообще шикарно так что я еще хотел сделать блин у меня там машине и клемма осталось а потому что тут найти ничего не могу и клемма и прикуриватель так что думаю на этом я все закончу а сейчас еще буду придумывать надо мне как-то все-таки прикрепить либо же на клей посадить я не знаю зеркало заднего вида и термометр вот надо как-то что-то приделать потому что при сильном морозе вот я тут катался где-то ну 35 там туда даже 25 они уже короче сами отпадывают лепил я на двухсторонний скотч короче все бесполезно все отпадало блин тут еще нацарапал отсветила короче он нацарапал каской блин жалко так то все еще в ажуре но блин каску сюда ложил и походу где-то отцарапал ну все вроде то что все готово а я еще тут с ремнем блин не заснял это все у меня проблема какая я уже говорил ранее то что не разгоняется он ни хера я заказал ну не заказала купил ремень рубена 33 у меня с завода ремень шоу он утопленный короче на миллиметр если будут возможности но этом на телефон то снимал это в stories ах это будет но попробую сюда вставочку сделать не могу разогнать буран больше 40 километров это я уже ранее видео говорил по снегу еще того меньше короче у меня ремень вообще утопленный сейчас я купил рубину 33 буду ставить то есть ли вообще ставить или нет и видите он во внутрь утопленный наверное на миллиметр может даже на полтора где нибудь так как выставляться должен или нет короче пишите в комментариях поставил рубину еще меньше у него зазор там а3 2 даже 3 миллиметра где-то в каком-то месте надо придется шайбу убирать либо же ставить тридцать четвертый половин час короче эту рубин обратно снимаю и ставлю этот который был до этого вот короче родной утопленный на миллиметр и оставляю рубина 33 он вообще там на миллиметр и два или три утопленный вот значит что сейчас игорь с работы освободиться мы поедем в гараж короче скидываем ремень и убираем шайбу все обратно собираем и 33 ремень рубину ставим заводской который с ним шоу короче но запас его пусть будет то что я не хочу вот эту шайбу убирать там тому подобное допустим вот так же перегорить или где-то по буксу что-то короче ремень спалишь и потом надо будет чтобы тебе опять стандартный ремень ставите на опять будь шайбу добавлять вот я этого не хочу я хочу сейчас добиться максимально чтобы все под завод было то есть не дай бог если там ремень под полю скидываю другой ставлю все поехал чтоб там минимум переделок короче было вот так вот такие дела я сейчас попью чайку а еще кожухи хотел сделать точно тут я уже из пнд пластика двойки вырезал сейчас как раз у реки при принес заклепочник у меня здесь клепки еще сейчас короче заклепываю все закрываю а еще между оглушителем и вентилятором хотел поставить там перегородочку чтобы теплый воздух не шел вентилятор и чтобы поменьше грелась вот такие дела сейчас короче займусь тогда этим всем ну а что будет дальше смотрите не переключайтесь так ну что друзья блин не хватило меня конечно материала на ту сторону ну а тут в принципе так вот все заклепилось так сейчас я отключу а так в принципе все хорошо тут полностью все закрыла но той стороны короче не хватило мне материал я потом буду покупать и сюда все это делать потому что тут фонсель как она в принципе в принципе я думаю пойдет тут что сама-то большое закрылась чтобы не снег не лес короче ничего в принципе нормально так так же короче еще буду тут обклеивать все ранее видео я говорил то что хочу чтобы тут все мягкое было и чтобы снег не попадал а то потому что когда пробиваешь пути кележ цело тут вот где дырки под номер но тут вообще дырок дохера короче все здесь нет туда залетает потом открываешь там комок снега такой так сейчас снимаю капот делаю переходную стеночку такую между вентилятором и глушителем смотрим дальше а друзья сейчас совсем забыл короче сейчас буду высверливать этот крючок потому что я те кто не сидел на и убирать короче буду этот один крючок оставлю только тот задний тут и резинкой он уже краску потерла короче нахера вот это придумали это все прям под ногу если друзья у кого-то такая же фигня лучше сразу же высверливать и убирать просто у меня ладно еще дешевого сегмента костюмы кто-то покупает и по 70 и по 80 ездят на буранах просто блин жалко будет когда порвешь за такую сумму такие дела бронебольная какая так все эти дыры я сейчас заклепаю клепки поставлю чтобы ничего там и и снег ничего не закидывала и сейчас еще вот тут сзади не знаю зачем вот дырка внизу дырка тут дырка тут дырка здесь большущие дырища сейчас тоже есть у меня клепки такого диаметра большого сейчас короче заклепывать наглухо глушить буду чтобы предотвратить попадание снега ну и в дальнейшем я обклеиваю еще изнутри и вообще все шикардос будет так ну что тут все проклепал здесь тоже все заклепал сейчас просто резинка брякать все вроде тут более-менее все герметично стало оставил только одну резиночку сзади и то уже скоро тут все разогнется короче херню какую-то придумали так ладно все я займусь а с другим делом так ну что я короче все тут закончил болен такое светилище стало это ближний это дальний это фара искатель с балкой ну тут конечно ничего не понятно вот сейчас я тут сейчас дела все доделаю как раз мне надо будет на заправку да чтоб блин сейчас думать что все отсвечиво вот надо будет мне сейчас на заправку заправить буран завтра едем на рыбалку с ночевкой вот и у заправки я там короче покатаюсь а заодно настрою весь полностью свет отрегулирую все как надо ну и чтобы мало ли где-то дорогу переезжать либо по дороге ехать чтобы машины не слепите тому подобное вот короче сейчас увидите все что будет происходить со светом так у нас уже четыре часа такие дела сейчас еще пару часиков тут поковыряюсь и стемнеет посильнее и поеду все отрегулирую все будет шикарно да друзья по качеству свечения короче то намного лучше было вот так вот светит ближний свет а вот так вот дальний то есть разницы практически вообще нету короче ты его знаешь свет выключить и вот чисто балка с этим прожектором то ну в принципе так но фара конечно мне не понравилось фигня вообще полнейшая если бы не балка было бы вообще все печально сейчас заеду где это погущий лес посмотрим ну дорогу дорогу я там тоже найду сейчас съездим все посмотрим проверим но пока первое впечатление фара мне вообще не не зашла там предыдущая намного лучше было так чтобы там дурацких комментарий опять не было зачем ты там балку ставишь ну чего-то подобное нихера я тут колью какую оставил бегу друзья конечно набахало по колено по колено колья так сейчас свет включим нифига себе вон по колено бровка тут такую траншею вырыл о-о-о-о снега конечно набухало вот смотрите вот и чё к чему я говорю то то что про балку то видите фару закидывает снегом сейчас вот я вам покажу и потому что я ехал я вообще не видел дорогу короче видите какая ситуация то есть дороги я вообще не вижу фару снегом закидывает и все пипец сейчас проедусь с балкой посмотрим как может с ней повеселее было все включил балочку поехали а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну шо, короче, еду тут по дороге, вот по дороге уже веселей То есть от деревьев отражает свет, то есть в узком месте светит нормально Вот это у нас идет обычная фара Это же дальний, ближний и дальний А это балка Вот это сейчас вообще интересно стало Вообще, блин, мне нравится, вообще клево Ярко, мощно, как вообще мне нравится И как мне надо А это вот, ну короче, не больно она светит, эта фара Лучше, конечно, штатной-то, но Намного лучше, чем штатной, но все равно не хватает этого света Из-за этого вот я и поставил балочку с балочкой Это просто пух, пуляна Вообще шикарно, пришикарно Так, ну что, зацепил Саня, поехал я домой Сейчас весь мурдяк закидаю Будем готовиться к рыбалке Приеду попозже, еще она будет заправиться И будем собираться в путь Так, ну что, короче, всю прихожую заставил Вот столько вещей Это только моих Еще у меня один рюкзак будет И второй рюкзак будет В одном аппаратура для съемок Фонарики зарядные Там, короче, тдм, тдм, в другом еда Так, ну что, все мы, короче, собираемся Где-то коврик еще найти не могу Ладно, сейчас в процессе все Так, купил еще тут целую коробку Прикормки И там еще прикормка есть Так что, вот, все в ажуре будет Рыбалка, думаю, удастся Так, ну что, загрузил полные сани Сейчас поехал до гаража Нам минусов взять Заправиться И все, короче Так, ну что, друзья Короче, меняем стартер Взяли у Игоря со снегохода Бурашки Так, заправили раз канистру Тут полный бак Все, сейчас осталось Переложить вещи все в машину Остатки собрать И все, короче, можно будет Идти по домам И завтра в 5 утра уже все Делать выезд Такие делы Так, ну что, друзья Все, короче, мы собрались Все заправили Что-то погрузились С бураном все, что я хотел сделать Сейчас иду в баньку Попарюся И завтра в 5 утра у нас подъем И мы мучим на реку Так, ну что, друзья В баньке, короче Так бы В прорубь еще Нырнуть бы И вообще бы все шикарно было Так, все, короче Сейчас посижу Попарюсь И все вообще шикарно Так, ну что, друзья Все, короче, помылся Как заново родился Иду домой Это, блин, опять похолодало Было где-то, наверное, 12-13 градусов Сейчас смотрел опять 22 Такие вот дела Ну что, друзья Вы были на канале Михалыч Подписывайтесь Ставьте лайк Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok